20 минут о красивой жизни, симпатичных людях и ярких событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Второй сезон проекта «Битва блогеров» оказался не только ярким, но и противоречивым. Нашлось в нем место не только новым знакомствам, знаниям и открытиям, но и неприятным шуткам, а также разочарованиям. Как все прошло в финале, смотрите прямо сейчас. Появиться на этой вечеринке без смартфона считается верхом неприличия. Не снимают здесь сторис, разве что официанты. Второй сезон «Битвы блогеров» – финал. Все очень дружественно, по-студенчески безбашенно и вместе с тем торжественно. Думаю, что нас много кто удивит. Это все, конечно, волнительно, потому что команды действительно готовились. И мы сегодня ожидаем по-настоящему крутое шоу, которое, я думаю, будет вспоминаться и для многих. На самом деле мы уже не знаем, чего от них ожидать, потому что мы знаем, что они очень готовились, причем готовились все команды. И для нас это тоже секрет, тоже тайна. Мы точно так же ждем этого финала и не знаем, что будет. «Битва блогеров» – это как игра, где герои меняются местами. Во втором сезоне наставниками стали те, кто, например, в первом был в жюри или даже участниками. А четырьмя из шести команд руководили дуэты. Моя команда с большой буквы «К», потому что они и так объединились. Я им сразу обозначила, что, ребят, вы действуете самостоятельно, я вас только направляю куда-то. Они действовали самостоятельно, то есть мы в нереально экстренных условиях снимали, делали, работали, изучали что-то. Первый сезон у нас прошел очень активно, то есть мы изучали и фотографию, и СММ, и прочие инструменты продвижения. В принципе, им это дали и специалисты второго сезона. Но самые главные фишки, которые мы сами используем, мы, естественно, рассказали нашей команде. Наши силы объединились. Боря помогал ребятам выстраивать Инстаграм со стороны бизнеса, подходил к этому очень серьезно. А мы развивали личный бренд, и мне кажется, вот этот двойной удар, он был еще более полезен. Двоем всегда веселее, и мы с Азатом просто друзья давно, и не было такого, что мы познакомились на проекте, и давай-таки вместе что-то придумывать. У нас, в принципе, понимание картины мира примерно одинаковое, поэтому у нас все получилось. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В подготовку ушел весь запас творческой энергии. На финал, на самом деле, мы готовим прям бомбу. Мы из тех людей, которые не хотели делать какие-то танцы, пляски, шоу, потому что мы все бизнесмены, мы все очень занятые люди. И мы сделали такую вишенку на торте. Даже такую бомбочку на торте, я бы сказала. Мы готовились ровно в 18 минут только что. Мы прогнали сценарий, который ночью писали два прекрасных мужчины из моей команды. И я думаю, что у нас будет такое достаточно победное выступление, только не с точки зрения массовости костюмов и подачи, а с точки зрения легкого юмора и креатива. У нас номер из тех годов, когда мы родились. То есть у нас вся команда примерно одного возраста. И мы решили сделать ставку на те психологические триггеры, которые были популярны именно в те времена и в наши, наверное, школьные годы. И мы вот решили на это сделать ставку. Я думаю, будет очень шикарно. Будет очень ярко, будет очень эмоционально. Я уверена, что всем понравится. Мы всех зажжем. Клипы, стихи, песни, танцы, импровизации. Пожалуй, нет такого жанра, в котором не попробовали бы себя блогеры второго сезона. Все это шоу в каком-то смысле осложнило работу жюри. Наряду с действиями в Инстаграм пришлось оценивать и артистические способности. Сегодня, то есть общая работа их в Инстаграме это 45 баллов. То есть 15 на фото, на видео и на копирайтинг. Сегодняшнее выступление всего 20 баллов. Эта команда, она реально занималась. Ну и ровно идут Рогозина, Ураган и Инга. Много согласных. Для меня это было примерно все одинаковое. Поэтому опирался исключительно на то, что я видел сегодня. И со своей, ну, некой такой творческой, может быть, составляющей оценивал, ну, емкость всего происходящего. Я, наверное, выделю Айну и Ингу. Вот у меня почему-то. И да, тогда я тоже просматривала по ТЭЛу. Вот именно вот эти два лидера зацепились. Хвалили судьи совсем недолго. Досталось в этот раз всем. И участникам команд, и их наставникам. Нету ярких пятен, нету ярких видосов, нету, я не знаю, там, оденьтесь все в красное, сфотографируйтесь. Ну, какие-то моменты, да, которые, в принципе, им не посоветовали, да. То есть я бы в следующий раз, ну, это как бы больше задания блогерам давал насчет фотоконтента и видеоконтента, чтобы у них была задача это сделать конкретно. И мы посмотрели, как они с этим справились. Мне кажется, поработать нужно было получше и над фотоконтентом, и вообще, да, всем. Ну, несколько. Но нету в Инстаграме воздуха. В Инстаграме должен быть воздух. Иначе общая картинка не читается. Я сейчас хочу, чтобы, ну, как бы не было такое, а, я сказал, и все это, ну, давайте. Нет, почему у нас... Давайте сделаем, как я сказала. Нет, нет, ну, вот. Для меня важна не победа. Для меня важен тот результат, который я получаю. На данный момент результат моих блогеров, результат участников битвы. И я думаю, то, что то, зачем они пришли, они получили. Половина команды считает, что мы уже победили, а вторая прислышивается к первой половине. Поэтому для нас сегодня очень важно кайфануть. Конечно, для меня победа очень важна, потому что я лидер по жизни, я люблю побеждать, но в данной ситуации я не могу оценивать. Безусловно, я бы очень хотела победить, но я знаю, что мои коллеги, наставники, это очень сильные лидеры города Челябинска, и с ними соревноваться, я знаю, что будет очень тяжело. Поэтому, ну, как оценить жюри? Для нас важна и победа, и наш дополнительный челлендж, который мы сделали, потому что в первом сезоне мы уже победили. Надо интереснее. От последнего дня, от последнего вот этого, да, финала, от этого шоу, мероприятия мы получаем наслаждение. И для нас это самое важное. Вот просто последние минуты впитать в себя так, чтобы запомнить на всю жизнь. Вот это самое главное, эмоции, эмоции. Хотя от победы мы, конечно же, не откажемся. И с удовольствием примем, не знаю, там, может, медали будут, телеграмматы, первое место мы с удовольствием примем. Хоть победа в проекте и не главное, имя выигравшей команды – тема номер один этого вечера. Очень волнительный момент, так затянулась дискуссия жюри, и... Овации, восторги, поздравления Кубок Победителя, сертификаты партнеров, еще раз сертификаты партнеров и подарки спонсоров тоже сертификаты. На этом второй сезон, казалось бы, должен был завершиться. Но мы забыли про главное – обсуждение всего произошедшего в Инстаграм. Мнение, комментарии, ответы, недовольство, критика, благодарности. Словом, все то, за что мы и любим, ну и хотя бы просто принимаем эту социальность. О, 19 мая все по-пионерски идем на фестиваль здоровья. Фестиваль клиники – источник. Мы с семьей будем точно. Оп! Будь здоров! Всегда здоров! Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот это легкая белая мука. Мягкая-мягкая. Макфа. Основа творчества. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд 44 по 60. Сеть салонов «Априори». Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Заниматься собственной внешностью, оттачивать свою фигуру в тренажерном зале лучше всего в компании. Если раньше девушки покупали совместные абонементы в фитнес-клуб, то сегодня вместе участвуют в проекте. С каким результатом закончился очередной сезон проекта под названием «Без фильтров» смотрите прямо сейчас. Шесть недель силовых тренировок, танцевальных занятий, йоги и растяжки. Участницы второго сезона проекта «Без фильтров», заряженные успехами предыдущего марафона и мотивацией тренеров, уверенно вступили на путь преображения. Участницы второго сезона вдохновили участницы первого сезона, потому что добились очень хороших результатов. Кто на них смотрел, на их результаты, как они преобразили себя, соответственно, у них тоже возникло желание поучаствовать, попробовать. То есть проверить себя, смогут ли они преодолеть себя в чем-то или нет. Если в первом сезоне у нас еще была размытая какая-то цель, чего хотим, как, то есть все было в таком немножко в тумане, то здесь уже девушки пришли, они знали точно. Мы им выстроили четкие цели, то есть мы их взвесили, да, ну то есть определили полностью параметры в сантиметрах. Я рассчитала при нагрузках, сколько надо килокалорий потреблять, на сколько они должны похудеть, и мы им выставили четкие цели в цифрах. Второй проект без фильтра здесь была «Зумба-стронг». Силовая тренировка на больше, то есть на проработку мышц, больше кардио и ровные. Они молодцы, они стояли на гвоздях, превозмогали себя, свои возможности, вытаскивали какие-то детские травмы, обидные, подростковые тоже. Ну и, конечно же, худели, потому что заодно практику йоги на гвоздях уходит от 500 до килограмма лишнего веса. Прокачка участниц проекта без фильтров проходила не только на физическом, но и психологическом уровне. Мы встречались всего лишь один раз, но мне хотелось их настроить на марафон, чтобы они понимали, к чему они стремятся, чтобы они в дальнейшем могли понимать истинную причину и так далее, чтобы они разобрались в себе. Сначала у нас были групповые занятия, мы смотрели по картам групповые, ну такие основные запросы, потом я работала непосредственно с каждой участницей. И, то есть, мы просматривали варианты, да, как девочкам выйти из этой ситуации, какие варианты предлагает карта, да, потому что карта тороится, ну некий такой сейчас мантический инструмент, ну не нужно думать, что это гадание, да, это просто, скажем так, для человека подсказка. Пожалуй, самая приятная часть марафона – это работа со стилистами. Новые наряды и новые прически – финальный штрих продолжительной работы над собой. В завершении образа Оксаны мы решили сделать прическу из плетения, то есть это достаточно такое классическое направление, но с вытянутыми прядями создать небольшой хаос на голове. Мы преобразили их, мы поменяли полностью образы девчонкам, мы прислушивались пожеланиям девочек, но нам решили немножко потворить с ними. Мы делали стрижки, мы делали окрашивание, ну и сегодняшний финал – мы делали прически. То есть я думаю, что это полнозавершенный образ. Финальный образ каждой из участниц, он обязательно должен быть подчеркнут, то есть комплекта именно подходящей одежды. Мы учитывали тенденции наступающего сезона весна-лита 2019, то есть это джинса, это динамика, это белые футболки, майки, серьги, кисти, бирюза, белые рубашки. Обычно в такие проекты приходят, чтобы изменить фигуру, но в финале участницы меняются не только внешне, но и внутренне. Я думаю, что наш проект очень сильно им помог тем, что вселил в них, наверное, вот эту вот уверенность в себе. Цель – похудение, естественно, чтобы стать лучше, красивее. Побыла здесь, отступать потом вообще неохота. Назад, прошлое, как бы хочется двигаться вперед, вперед, вперед. Конечно, больше себе стало нравиться. Мы теперь только так и будем ходить. Не успели стихнуть поздравления финалистки этого сезона, как организаторы уже вовсю планируют следующий. И обещают, что он будет более масштабным, ведь в финале проекта за победу поборются две команды участниц. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok